Основные принципы юридической, медицинской и социальной помощи военнослужащим и членам их семей собраны в одну книгу. В Хабаровске презентовали учебник по военно-медицинскому праву. До этого материалы, которые помогают оказывать военнослужащим юридическую помощь, не были систематизированы. В книге собраны все актуальные законы и нормативные акты. Впервые опубликован опыт в области тактической медицины. С подробностями Марина Рожко. Вопросы, связанные с прохождением медицинских осмотров, санатурно-курортным лечением, это лекарственная помощь. Соответственно, все, что необходимо для военнослужащего и, безусловно, членам его семьи, собрано в одном издании. Военнослужащие и члены их семей теперь могут быстро узнать, на какие льготы и пособия они имеют право и куда для этого обращаться. Вся информация собрана в учебнике по военно-медицинскому праву. Здесь все нормативные документы, связанные с правами и гарантиями военных. Впервые широко рассмотрено юридическое регулирование тактической медицины. Это вопрос оказания помощи в труднодоступных местах, там, где отсутствует госпиталь, там, где отсутствует организованная медицина. И поэтому на сегодняшний день нормативный материал касательно тактической медицины, он носит закрытый характер. Но мы постарались доступным языком для читателя как раз обозначить, как себя вести в экстренных ситуациях. В тех условиях полевых, так скажем, боевых условиях такие знания, такие навыки очень сильно помогают. Потому что первая помощь, как всегда оказывается, ну, не медицинским работником. То есть это спасает, ну, человеку жизнь, человеку конечность, там, ну, и так далее, и так далее. То есть если это будет применяться, у самого военнослужащего, он будет это изучать, то, соответственно, шансы велики, что он оттуда вернется здоровым. Учебник может стать настольной книгой всех военнослужащих. Особенно полезен он будет тем, кто занимается медицинской реабилитацией бойцов. Книгу отправят во все воинские части Хабаровского края. Первые экземпляры вручили сегодня на презентации книги. Мы должны оказывать помощь нашим ребятам, и методическое пособие очень нужно. Спасибо. Презентация прошла в Хабаровском филиале Госфонда защитники Отечества, который всесторонне поддерживает военнослужащих и их семьи. Большая часть работы фонда связана как раз с разъяснением правовых моментов. С 1 июня здесь оказались 126 юридических консультаций. Чтобы решить вопросы граждан, приходится постоянно отслеживать изменения в правовой базе. Если так нужно было бы потратить на это очень много времени по какой-то конкретной ситуации, то в данной книге я надеюсь, что я найду такие ситуации и ссылки на нормативно-правовые акты, которые смогли бы ускорить процесс. Кроме того, учебник станет методическим пособием в разработке образовательных программ для вузов. Это особенно полезно на курсах повышения квалификации специалистов, которые занимаются реабилитацией и поддержкой военнослужащих и их семей. Решение вопроса – это, прежде всего, компетенция. Если эта компетенция начнет появляться у наших сотрудников, у тех людей, которые сегодня прогружены в решение этой проблемы, я уверен, это будет совершенно иная система обеспечения социально-юридическое права и, конечно, медицинское всех людей, которые сегодня ставят на кон свою жизнь. Марина Рожко, Максим Артюков. Смотри Хабаровск.